Всем привет, вы на канале CryptoFuckYouBitch. Всем привет, вы на канале CryptoCommons и очередной день сурка на крипторынке. Ребята, посмотрите сами. Биткоин словно зажали в тиски. По нашему любимому скринеру TRDR мы видим, что? Что биткоин словно зажат в тиски между вот этих двух уровней, о которых мы сейчас поговорим более подробно. Поэтому, если вам не безразлична тоже тема крипты, ввалите, пожалуйста, лайк, проверьте, подписаны ли вы на наш канал, нажат ли колокольчик и все дела. Спасибо большое всем новым подписчикам. Это мы реверснем в обратную сторону. Мы недавно перевалили с вами за 100 тысяч, и у нас проходят регулярные розыгрыши крипты. Так что обязательно будьте подписаны, ставьте лайк и пишите комментарии. Таким образом вы автоматически участвуете в розыгрыше, следующий из которых мы проведем на ближайшем лайвстриме. Но смотрите, мы ведь все еще очень высоки с вами, очень высоко забравшиеся товарищи на биткоине. Посмотрите, даже вот с этого локального лоу, с 24 тысяч мы все еще вон как высоко улетели, а с 1 в 16 тысяч так вообще и подавно. Поэтому здесь надо что понимать, что мы говорим с вами про локальный рейндж, локальный уровень, который в любую минуту, в любую секунду может быть пробит. И если мы пробиваем дно, то это уже соответственно мы отдаляемся на более глобальный масштаб и ждем более серьезную коррекцию. Поэтому, смотрите, давайте приблизимся. Что важно еще понимать, что цену не двигают индикаторы или ваши ожидания, цену двигают только рыночные заявки в стакане, причем не на фьючерсах, а на спотовых биржах, где действительно битком торгуют, а не воздухом. Соответственно, что нам важнее всего видеть, это что происходит в стаканах всех крупных бирж. Поэтому вот этот сервис TRDR именно он нам показывает. Но еще Candle Wave, кстати, есть тоже офигенный сервис. Вот по нему, кстати, у нас бай. По Candle Wave у нас покупка. Но тренд красный, обратите внимание, тренд сменился. То есть, в принципе, тут такой краткосрочный бай, может быть, и дальше сел. Но так вот, эти два сервиса подгружают данные, ончейн данные, прям с бирж, со стаканов всех бирж. И показывают нам на графике их в виде индикаторов. Такого на TradingView вы не найдете. Поэтому я вам очень рекомендую, если вы занимаетесь трейдингом профессионально или хотите профессионально заниматься, замутите себе подписку в TRDR, ссылка находится в описании. ТРДР. Вот она, ТРДР. И там же видео, как настроить ТРДР, подробное, сейчас появится у вас сверху, потому что здесь нужны специальные настройки. Ну так вот, собственно, это индикатор, называется Order Book Overlay, если кто не в теме еще. Он только на ТРДР, соответственно, потому что он ончейн данные подгружает со стаканов бирж, как я уже сказал. Настройки у него вот такие, 70, 70, 70. Но тут надо еще лезть в настройки и вот здесь менять вниз, крутить стайл. И в АСКах и БИДах во всех нужно в каждую 20-ю поменять на желтую. Вот так вот. Посмотрите, как у меня. Только каждую 20-ю. Во всех-всех-всех вниз. И в зеленых, и в красных. Таким образом вы делаете настройку Джо Саза, по которой вот торгую я и торгуют много трейдеров сейчас наших. Кто у нас в Телеграме, тот знает. Кстати, подписывайтесь обязательно на Телеграм. Таким образом вы подключите себе эту штуку. Стоит она порядка 300 евро в год. Любой более-менее уважающийся трейдер может себе это позволить. Оплатить можно любой криптой. Так вот. Что нам, о чем нам это сейчас говорит, ребята? Сейчас нам это говорит только об одном, что в моменте стакан выровняли. Посмотрите, есть баланс между спросом и предложением. То есть канал сужается на самом деле. И на мой взгляд сейчас наиболее вероятно это флет. То есть вот этот сигнал, это не сигнал на шорт, так же, как и это не сигнал на лонг. Это сигнал на то, что здесь сильная плита, которая сразу пробита не будет. Поэтому я лично думаю, что сейчас скорее вариант с флетом, либо с коротким перехаем, либо с перелоем, но все равно с возвратом в этот канал. Я думаю, что будет вот так. Если выбрать вверх или вниз, все-таки мы пойдем из этого канала, когда пойдем, то я бы все-таки выбрал вниз локально. Несмотря на то, что я бык, я все равно выбрал бы вниз, сходить, забрать вот эту ликвидность, ниже 40 тысяч. Может быть через памп и дамп резкий. Может быть сразу через флет или сразу дамп. Я пока не знаю, будем вместе с вами это посмотреть, как говорится. Но я за то, чтобы сходить, забрать вот эту ликвидность. Но с другой стороны, рынку пофиг на мои ожидания. Он может взять сейчас и улететь на 52 вот так вот. Поэтому напишите в комментариях, что вы думаете, куда пойдет цена. Вот. А я вам пока скажу, что альты неплохо шевелятся. Femex токен на бирже Femex. Кто торгует, посмотрите, ему пофигу на эти падения. Он растет. Я потихонечку докупаю Femex токены. Я держу лонг позиции все еще. Вчера набирал, они были в плюсе небольшом, сейчас в небольшом минусе. Взял лайткоина, биткэша, линка на битгете. Посмотрите на пипл, кстати. Альткоин. Щиткоин пипл сделал 100 миллионов иксов на днях. Вы знаете это, помните, да? Ну, сколько там? 700 процентов. И посмотрите, даже он отказывается корректироваться. Хотя его наверняка сейчас многие будут шортить. А он вон уже сделал перехай локальные вершины. И по пиплу, если сейчас будет новый свинг лоу, то это наверх, конечно, скорее всего, тоже. Вы поймите, что в долгую даже вот этот пипл памп может оказаться ничем. Просто прямой линией на бычьем рынке, который нас ждет, по всей видимости. Даже пипл может сделать вот так вот. Вот и все. Поэтому сейчас пока шортить очень осторожно. Лонги локальные, это на свой страх и риск дисклеймером. Вон, ну, где-нибудь, видите, все в минус ушло. Но главное, чтобы плюс был больше, чем минус. У меня здесь выбило почти все сделки, поэтому плюс видно только по эфиру, который был. Вот. Собственно, я пока в тезере. Это тоже немаловажно, что я редко перевожу торговый счет в тезер. Сейчас он в тезере, не в инверсе. Но я планирую переходить обратно в инверс. Думаю хеджево что-то пошортить. По аудио я взял большую позицию. Немного рано начал набирать вот тут вот дно. Сейчас усредняю цену входа. Но дисклеймер, ребята, у меня ликвидация чуть ниже, чем вот тут экран. Если сейчас дипанем, буду выходить руками, переворачиваться. В общем, скальплю. Скальплю активно достаточно. Потому что деньги нужны. Когда деньги нужны, мы всегда скальпим, правильно? Когда они особо не нужны, можно в инвест в долгую, в ходу. Уходить. Марджин ходу. Сейчас самый стопудовый вариант – это второе, третье плечо, лонг. И вообще забыть. Закрыть крышку компьютера и уехать отдыхать. Но тоже не от текущих, а лучше расставить ведра чуть пониже, вдруг прольют. А вакс у меня еще, атом на мексе. Буду переводить в инверс скоро. Короче, потихонечку. У меня в приоритете лонг позиции. Потому что я считаю, что вот это все, это был как раз лонг сквиз. Это был лонг сквиз, и я считаю, что ниже не уйдем. Но, опять же, вероятность этому какую. Даже если я даю там 60-70%, то все равно не 100% вероятность. Поэтому риски берем на себя. Ставим стопы обязательно. Ставим лайки. Ставим тейки. Вот, дэш. Кстати, дэш, посмотрите, лучше всех в моменте показывает движуху. Он как росток пробивается. Все эти монеты, аудио вниз ушло. Эфир где-то здесь топчется, а дэш уже почти вот у меня вышел к моей точке входа. Представляете, сейчас если вся эта альта сделает просто вот такое W с перехаем локальным. Это будет очень неплохой трейд. И заодно шартистов вынесут. Поэтому я все еще лонгу, несмотря на то, что вас предупредил о том, что все выглядит флэтово или шартово. Ну, опять же, флэтово. Флэтово и мы в середине канала. То есть, что тут можно сказать? Да тут и лонг, и шорт работают. Ребят, я не против, если сейчас мы упадем. Кто-то заработает на шорте. Я там только докуплюсь. И потом наверх. Другой вопрос, что будем смотреть, когда мы пробьем вот этого продавца. Потому что, обратите внимание, продавец на бычьем рынке, хоть он и держит цену, но его в какой-то момент пробивают. И вот здесь был сильный продавец очень. Вот он на самом деле. По 45 где-то сидит. Его тоже в какой-то момент цена пробьет. Вопрос в том, будет ли до этого времени коррекция, насколько она будет сильная. И если мы сейчас улетим наверх, ребята, вот где надо будет брать хеджевые шорты. Несмотря на то, что там из каждого утюга будут орать, что все, биткоин to the moon, all-time high, ниже уже не будет. И он может реально, в принципе, судя по фондовому рынку, он может и к хаю сходить. Но вот эта вся зона, 50, выше 50 тысяч, 50, 60, 70, это, на мой взгляд, будет зона набора локального шорта. Потому что даже если он сходит, да хоть на 100 тысяч. Ну там со стопом, конечно, вас выбит. Но в целом потом будет коррекция более серьезная. Вот о чем я говорю. Так что тут, грубо говоря, все три варианта сейчас ведут в коррекцию. Либо боковик, либо вверх-вниз, либо сразу вниз. Поэтому, конечно, среднесрочно для трейдеров в приоритете шорт. Это надо понимать, ребят. Мы выросли уже на больше, чем в два раза со дна. Но, тем не менее, не забывайте, что это биткоин. Рынки могут быть иррациональными намного дольше, чем все думают. Не надо тут искать какой-то рационализм в этом. И биткоин любит всех удивлять. То есть я лично не удивлюсь, если биток сейчас перепишет all-time high, в ближайшее время и полетит на 100 тысяч. Поэтому шорты только со стопами, если вы этим торгуете. Если торгуете на Bybit, очень рекомендую вам зарегаться на других биржах. Например, на MixC, на BitGate, на Femex. Это все прекрасные, отличные платформы. И там, кстати, меньше парит мозг с KYC и так далее. И это нужно делать, потому что нельзя доверять ни одной бирже. Я очень люблю Bybit. Bybit – моя любимая биржа. Но мы не знаем, где следующий FTX, ребята. И никто не знает. Поэтому свой страх и риск, дисклеймер. Все ссылки в описании. Спасибо, что смотрите. С вами был Гриня. Это канал CryptoCommons. Ну и в долгую. В долгую я напоминаю вам, неустанно напоминаю, что мы все еще очень-очень дешево стоим. То есть сейчас эта цена, которая была, там, скажем, два года назад, та же самая цена, это была середина канала. То есть это была нейтральная зона. А сейчас это уже нижняя часть канала. То есть мы, в принципе, все еще в накопительной зоне. И, походу, скоро начнется супер-мега-факин-ту-зэ-мун. А у меня на этом все. Не забывайте почаще отрываться от графиков. Всем хороших праздников. И до следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok